Всем привет вы на канале Лина Лори я сегодня в лесу мы гуляем с Асей Ася сейчас он подойдет погулять и так чему вот посвящено это видео ну во первых почему я гуляю только с одной собакой в общем вот такая мохнатая морда со мной сегодня гуляет даже на корм нергирует иди сюда посмотри на людей ну как то так иди ко мне иди сюда вот еда не в этой руке вот иди ко мне вот такой вот Ася сейчас звук жевания пройдет почему с одной собакой я гуляю в эти выходные в Кирове у нас будет выставка я очень хотела бы показать Асю на выставке потому что нам исполнилось 9 месяцев если вы слышите за кадром тяжелое пыхтение это не мужик какой-то тут это Ася вот он кстати появился вот я хочу показать его на выставке первый раз экспертом в классе юниоров он сейчас ну как стандартный юниор он сейчас как стандартный юниор как кобель которому 9 месяцев то есть ему еще даже не год он еще не заматерил но в принципе по движениям по всему он не нравится поэтому я его буду показывать вот и сейчас я его с собой взяла чтобы посмотреть его поведение на меня потому что когда мы идем в толпе 5 10 15 собак естественно они друг с другом играют они за нами наблюдают чтоб нигде мы не потерялись но играют все-таки между собой сейчас была проверка как он на меня будет реагировать когда я одна меня все вообще все понравилось характер у аси вообще прекрасны ася это сокращенно от аслан это мальчик вот ася у нас уже есть собачка айсидора это у нас аслан в честь льва в нарнии кто не читал книжка вообще прекрасная советую всем почитать особенно если есть дети я читала детям уже второй раз один раз когда я была маленькая и второй раз уже детям с вами читал и так аси диком иди вот он сейчас покажется нет не покажется смотри сниму его вам отдельно вот такая вот такая покажись мы друг друга любим и так я люблю маломутов потому что они реально не убегучи уже проболтала три минуты рассказываю тему по какой я сейчас снимаю видео о чем я хочу сказать мне написала репортеры из одной у нас местной газеты журнала бизнес попросила ответить на несколько вопросов вопросы я груда пишите список вопросов я отвечу реклама никому не мешает но я отказал ей в этом интервью потому что она была заточена на то все вопросы были настроены так что насколько помешает мне обязательное лицензирование работы зоопарков зоосадов парков где участвуют животные то есть с 1 января вносится обязательный закон обязательно лицензирование таких деятельностей как моя то есть прокат на собачках на лошадках зоопарков зоосадов все куда могут прийти посетители и где есть животные строго регламентируется надо получить лицензию а вот и вопрос был именно связан с тем насколько помешает это моей работе в общем я и огорчила потому что это не просто не помешает моей работе это поможет моей работе и очень даже хорошо потому что например если в конюшне стоит две лошадки они катают где-то на площади в городе по асфальту чаще всего эти в лошадке содержится в ненадлежащем виде ну то есть они бывают упитанные они бывают откормленные но нормы содержания я была в таких конюшнях я не говорю что они все таки далеко не все но бывает попадается что лошадка живет совсем там где не очень хорошо я видела где живет у нас вот в городе пони и большая лошадь там было несколько лошадей они жили в сарае в котором даже не было окон то есть лошадка выходит поработать а потом она заходит к себе в дом где темно то есть там не было элементарно окон не освещение ничего там просто было всегда темно и лошадь могла просто целый день ей дали сено ей дали воды да у нее есть еда но она стоит в полной темноте и день и ночь выгул там не предусмотрен потому что время место для пастбища тоже нет ну и даже если она на два часа в день выйдет куда-то там в какую-то леваду погулять предположим до 24 часа в сутки два часа вы гуляете а остальное время 22 часа вы стоите в полной темноте я считаю это недопустимые условия содержания животных когда я получил нормативные акты всех клеток вольеров и всего-всего оказалось что в принципе нам на питомнике менять ничего не надо вольер для собак у нас установлены с запасом то есть если в нашем по нормативам там может содержаться предложим 8 собак в нашем вольере у нас там максимум шесть иногда три иногда четыре собаки то есть мы не просто проходим по всем этим нормативам у нас еще они с запасом сделаны единственное чего у нас не проходит по нормативам это загон для верблюда люси сейчас она у нас живет на вольном выпасе у нее есть электропастух который натянут на 2 гектара то есть в ее распоряжении 2 гектара земли по нормативам полагается 80 квадратных метров загон но он должен быть не электропастух а из жесткой она из жестких там ограждений а сам стоит и есть шишки просто чавка не стоит он просто грызет шишки прикольные ладно не мешает сильно чавка не за экраном уж извиняюсь и так в общем у нас сейчас надо построить вольер для люси 80 квадратов с загоном и в принципе все мы приглашаем эксперта для получения этой лицензии то есть как она на может помешать да никак но это не обязательно для питомников собак например ась ну не мешайся это не обязательно для питомников собак но я как полагаю мы будем одним из редких питомников собак который реализует щенков у которых год лицензия на деятельность животными то есть приобретаю нас собачку люди из других городов будут знать что наши животные все мамы папы и щенки содержатся по нормативам по нормативам лицензии роспотребнадзора то есть они не сидят в грязных тесных душных помещениях что у нас проводится регулярная обработка то есть тетради все эти у нас они так ведутся по поводу чистки всех помещений чистки вольеров правильного кормления составление рационов то есть это у нас есть и все и так просто будет бумажка подтверждающая что мы делаем все правильно я считаю это круто поэтому как это может навредить бизнесу когда это не должно в принципе вызывать никаких ну например у вас есть столовая да вы идете кушать в столовую вы же хотите чтобы она была по норвать по нормативам да чтоб там были чистые тарелки чтобы там была свежая еда чтобы она была там не просроченная что был срок годности учтен правильно хотите же хотите если ты держишь эту столовую и ты дорожишь своей репутации ну по-любому ты можешь проверять и продукты питания и что все было чистое что все было красиво если это твое если ты этим горишь если это так ширпотреб то конечно бывают там такие гадюшники вот и поэтому люди которые относятся к этому ответственно у которых правильно содержание лошадок правильное содержание всех животных то проблем с получением лицензии и выполнением этих нормативов требований быть в принципе не должно это мое такое мнение я думаю что многие согласятся если вы согласны не согласны есть какие-то комментарии можете написать внизу вот я думаю что как бы а поможет ли это моему станет ли плохо моему бизнесу от этого всего мне у меня такое подозрение что мне станет только хорошо потому что закроются все вот эти нелегальные конюшни ну точнее нелегальные а ну да ну лицензии же правильно не лицензированные конюшни содержание собак предположим ну я не знаю как это будет носиться к приютам или нет но если честно к приютам я бы тоже это все попросила бы пройти лицензирование потому что у нас есть например приют этих дворняк не дворняк у нас есть не два приюта работают они ужасно то есть условия меня не то чтобы не устраивает даже может и вольер хороший и все хорошо но предложим у нас есть период где содержится 80 собак по нормативам содержание собак обязательно собака каждый день должна гулять на выгуле минимум полчаса я вам дам гарантию что все 80 собак которые там сидят не гуляют каждый каждый день по полчаса есть там цвет цепные собаки которые очень агрессивные и к ним никто не подходит мисочку подпихнули и оставили собачку в покое может быть там один человек который постоянно на виду собак они к нему привыкают он становится для них хозяином он их собаки его к себе подпускают они его любят но одному человеку выгулить столько собак нереально у них нет даже зоны для этого выгула то есть у них есть вольеры и сама территория куда отпустить собак они не имеют возможности потому что собак слишком много вот такие бы нормативы даже к приютам я бы тоже при применила потому что все у нас для для улучшенной жизни не надо мне говорить про приюты что там беденькие собачки а куда они пойдут если не будет приютов я рассчитывала я думала по поводу не то чтобы открытие приюта мне сейчас не хватит времени но у меня в мысли есть бизнес-планом это не знать план план то есть заработать там не заработаешь но чтобы достойно жили собаки чтобы они были накормлены напоены чтобы все было хорошо что там было ветеринарное обслуживание и как это все сделать чтобы это было все красиво у меня вот есть план этого может быть когда-нибудь когда у меня будет время посвободнее потому что сейчас вот я тоже по одной собаке гулять не могу себе позволить это бывает редко а сам уже ест просто вот он грызет эту палку тут лежит вот чавка не стоит на всю округу вот поэтому да я за лицензию мы ее получим даже если у нас найдут какие-то недочеты я не говорю что мы там прям самое 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 лучшее у нас все хорошо возможно будут какие-то недочеты мы их исправим вот прям сразу сразу и я за такие введениям потому что я все-таки переживаю за животных и сейчас еще введен налог на животных у нас по крайней мере он введен я бы очень строго отнеслась к пункту когда человек не может выкинуть животное то есть он не может его не ну просто вот у тебя была собака по документам то есть нас сейчас надо чипировать собак вот живет собака по документам хоп и у человека собаки не встает обязательно на скремирование то есть ты должен если у тебя собака что-то случилось дать ее ветеринарную службу где должна быть бумажка о том что собачка вот так получилось все бывает и возраст и травмы и что только не случается с нашими любимыми животными вот должно быть бумага куда ты делал это животное потому что у нас сейчас вот было тут центр где держали собак для развлечения живут для развлечения детей то есть там были тоже хаски не знаю посмотрели они на нас им понравилось либо просто решили завести собачек то что они милые голубоглазые есть озвучу усадьба ивана царевича там жили хасочки и туда был вход в этот двор к этим собакам 250 рублей собак было мало мне звонили жалость то ли 4 то ли 3 потом всего было две собаки вот и пока был платный вход туда входили люди они этих собак держали в принципе собаки не могу сказать что были в хорошем состоянии потому что по фотографиям которые люди присылают я этого не видела но фотографии собак не чесанных немытых и мне таких собак было стыдно показывать людям еще и выпускать в контакт чтобы люди к ним гладились обнимались грязные собаки это грязные собаки вот и прошло время они решили это убрать то ли то что лицензия как раз введена то ли стало это невыгодно туда люди не стали ходить потому что там там пусть даже 4 собаки у нас сумма входа но там же еще и другие всякие развлекалочки у нас получается дешевле сумма входа и нас там 70 собак еще и щеночки и лошадки и все вместе то есть там такого нет в общем мне позвонили попросили пристроить этих собачек я отказалась потому что ну количество наших собак количество вольеров количество кормления количество денег которые мы тратим этих собак не позволяло взять еще парочку собак они их пристроили сейчас на авито нашли собаку очень похожую на их собаку я им написала прислала фотографии они говорят что это не собака то есть та собака пристроена в хорошие руки живет счастливый все отлично но сделав две фотографии я не смогу сейчас разместить у меня сломался компьютер но сравнила две фотографии выложила на форум заводчиков там не только хаски там другие заводчики попросила с постороннего мнения на мой взгляд это две одинаковые собаки то есть это копия это просто не может быть не могут быть разные собаки и все заводчики которые там были подтвердили мои предположения что это одна и та же собака то есть собака которую использовали для получения денег давайте честно открытым текстом они получили денежки сделали вид что они пристроили собака потерялась они перекрестились к соли да слава богу и когда им звонят я писала что это ваша собака нет 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 ни наше мнение нет все нет мы к ней никакого отношения не имеют то есть это не дело также быть не должно это ну просто если бы вот как раз существовал хороший приют и вот таким заводчиком влепить хороший штраф чтобы можно было держать этот плютых приют хотя бы неделю на эти деньги я была бы за потому что выкидывать собаку куда-то и и даже пристраивать ну пристроил по договору пришел к тому человеку где собака нет собаки все тоже штрафные санкции ася аси идет ко мне мальчик иди ко мне котик аси пришел вот такие вот такая махнаточка у меня нету штатива я бы сделала пониже чтобы видно было я сейчас его отдельно вам поснимаю в полях гуляющего набегался по рысаку вот так вот сидишь с маламутом и он ходит вокруг палочку грызет и никуда не уходит хаски бы давно пошли искать приключения на свою попу будем тренироваться к выставке пожелайте аси удачи чавкать он скромнее не может надо чакать чтоб слышали все вот напишите свое мнение сталкивались ли вы с тем что лицензия это полезно либо лицензия это зло спасибо за внимание до скорой встречи видео буду выкладывать без монтажа потому что мой компьютер умер пока он в починке там где очень я буду выкладывать видео как есть вот наговорила и выложила так что спасибо всем до скорых встреч пока поставьте пожалуйста лайк если понравилось видео подписывайтесь на канал если еще не подписаны напишите пожалуйста комментарий даже просто привет пока спасибо не спасибо любой комментарий он поможет продвижению канала я стараюсь выкладываю много видео так что поддержите мне это важно пока знаете что мне еще нравится скошенные поля осень а они зеленые красивые вот это вот не скошенный участок эти серый такой заросший красивых фотографий не получится смотрите как красиво делится скажите где красивее тут или тут право или лево ася ася бежит там где вы каши на дать стой мы тренируемся тихонечко так котик 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 стой 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 я в перчатках чтоб слюней меньше было люблю скошенные поля особенно засаженный клевером он такой зеленое зеленое хоть уже октябрь скоро